В Гомеле состоялся двухдневный выездной республиканский семинар-практикум для представителей городских советов депутатов. Совместная работа в регионах для депутатов разных уровней уже скорее обычное дело, чем исключение. Зачем, говорят, заниматься изобретением велосипеда, если можно взять лучшие наработки у соседей, в том числе в сфере благоустройства? Программы пребывания в Гомеле очень насыщенные. Посещение объектов городской инфраструктуры, дворовых территорий и промышленных предприятий. В акционерном обществе «Спартак» не только проводят модернизацию производства, но и направляют средства на благоустройство территории, причем не только собственной. Оказываем спорскую помощь городу Гомелю в благоустройстве дворовых территорий, расположенных, как правило, в новостройках, где на сегодняшний день инфраструктура еще не позволяет в полной мере обеспечить людям комфортное пребывание. В этой связи мы ежегодно за свой счет закупаем необходимое оборудование. Что касается процесса благоустройства, в Гомеле его проводят с минимальным расходованием бюджетных средств. Правда, и деньги спонсоров здесь стараются экономить. Те же недешевые детские игровые площадки устанавливают по одной на несколько жилых домов. Из положительного гомельского опыта также участие студентов и учащихся в украшении города. Всесторонняя работа по наведению порядка приносит свои плоды. По итогам 2011 и 2012 годов Гомелю был победителем республиканского соревнования по благоустройству. В 2013 и 2014 занимал второе место. Среди ближайших целей – активизация деятельности органов территориального самоуправления, перед которыми будут поставлены дополнительные задачи. И в этой связи я хочу сказать, что мы решаем не только вопросы, связанные с наведением порядка на земле, с благоустройством, с поддержанием нормального санитарного состояния в целом территории города. Но мы решаем многие социальные вопросы. Безусловно, сегодня проблема связана с пожарами, особенно в районе индивидуальной застройки, частный сектор. В течение двух дней, пока проходил республиканский семинар, осуществлялся активный обмен мнениями и поступило приглашение посетить другие города. Гомельчане с этим соглашаются и говорят, что в ближайшее время более детально ознакомятся с практикой благоустройства Минска, а потом посетят некоторые областные центры. Сегодня практически в каждом населенном пункте есть интересные наработки, которые можно распространить на другие территории. Службы коммунальные ремонтируют, красят, это все есть. Но вот цветников, а теперь же это не проблема на балконе вырастить, поместить цветы в этих пластмассовых формах, вывесить. Совсем другой вид приобретает, как и лицо человека, фасад дома. Вот над этим надо поработать, я считаю, нашим органам местного самоуправления, нашим депутатам Гурсовета. Наш выезд – это тоже мониторинг законопроектов, касающихся земельных вопросов, касающихся использования имущества и так далее. Большое внимание уделяется и наведению порядка на земле в небольших населенных пунктах. К примеру, в агрогородках Ленов и Победа на Равлянского района на сегодняшний день полностью решена проблема пустующего ветхого жилья. В комплексе с другими мероприятиями по благоустройству утилизация неиспользуемого имущества имеет огромное значение. Это позволяет значительно изменить внешний облик населенных пунктов, сделать их более ухоженными и уютными. Пустующее жилье для местных властей – вопрос проблемный, который зачастую невозможно решить в краткие сроки. Учитывая, что население деревень стареет, а молодежь все чаще стремится покинуть сельскую местность, сделав выбор в пользу крупных городов, на смену одним пустующим домам приходят другие. В агрогородках Ленов и Победа эта проблема пока не стоит среди приоритетных. На протяжении первого полугодия 2015 года всего здесь было снесено 24 неиспользуемых жилищных строений, что позволило вовлечь все в оборот порядка 40 гектаров земли. Оставшиеся домовладения полностью пригодны для проживания и в данный момент используются своими хозяевами. По данной работе мы выявляем пустующие ветхие дома, ставим их в регистр и проводим дальнейшую работу. Либо через суды подаем исковые заявления, либо работаем с собственниками. Они пишут заявления на снос своих домовладений, которые непригодны для дальнейшего проживания. Самое главное, чтобы земля после сноса таких строений не пустовала долгое время. В оперативные сроки она должна быть передана сельхозпредприятиям для увеличения пассивных площадей. Однако в иных случаях ей находят другое применение. В агрогородке Головческое Будо местные жители уже долгое время мечтали об игровой площадке для своих детей. Мечту воплощать в реальность начали в июне нынешнего года, когда после сноса ветхого дома взялись возводить желаемый объект. Все работы выполняются исключительно собственными силами. Над общим делом трудятся как представители молодежи, так и люди более старшего возраста. Стоял ветхий пустующий дом, провелась работа по реализации сотового указа. На месте снесенного дома нужно было вовлечь и создать что-то такое, чтобы земля не оказалась у нас пустой. Поэтому на сходе граждан коллегиально было принято решениями местных жителей, старосты нашего. И была принята идея создать детскую игровую площадку для занятости нашей же подрастающего поколения. Деревни и агрогородки Наравлянского района с каждым годом становятся все более чистыми и ухоженными. Местные жители сегодня более внимательно относятся не только к порядку на своих подворьях, но и на прилегающие уличные территории. В совокупности работа местной власти и стремление людей создают новый живописный облик деревень. За некоторое время, год-полтора-два, наша деревня изменилась в лучшую сторону. Покрасивело все, все убрано, очень много было зарослей. Сейчас уже все убрали, наладили порядок, поля кругом. То есть все идет в лучшую сторону. Сегодня в сельсоветах есть все необходимое для того, чтобы оперативно и качественно проводить запланированные работы по благоустройству. Не отнять желание трудиться на благо родного села и у местных жителей. Такая инициатива людей в совокупности с поддержкой местной власти – гарантия того, что в будущем населенные пункты Наравлянского района станут еще чище и ухоженней. Наступили долгожданные летние каникулы, и учащиеся области, за исключением выпускников, временно покинули школьные парты. Однако многие из них решили проводить свободное время в своих учебных учреждениях. Для ребят организовали лагеря различных форм занятости – трудовой, спортивной и развлекательной. В гимназии города Наровли в этот летний период действуют сразу три лагеря – как для самих гимназистов, так и для учеников второй и третьей школы. Ежегодно на базе нашего учреждения открыты летние площадки. В этом году у нас работают три лагеря. Это лагерь труда и отдыха для учащихся 14-18 лет, межшкольный оборонно-спортивный лагерь для учащихся, состоящих на различных видах учета, трудных подростков, и лагеря для младшего звена – первая и четвертая классы. На открытой площадке с пользой для своего здоровья проводят время ребята из самой младшей возрастной группы. Дети наслаждаются солнечной погодой, соревнуются в различных спортивных состязаниях. А в учебном классе – серьезный разговор с учащимися более старшего возраста. На обсуждение тема здорового образа жизни, современные проблемы наркомании и алкоголизма, а также преступности среди несовершеннолетних. Как уверяют педагоги, это необходимая профилактическая работа, которая поможет предупредить возможные нарушения в будущем. Впрочем, и сами подростки это мнение разделяют. Это очень важная информация, то, что здесь проводятся профилактические беседы против курения, алкоголизма, наркомании. Учителя стараются пристереть детей, чтобы не было потом каких-то проблем. Каждый день в таком лагере интересный и насыщенный. Распорядок расписан практически по минутам. Ребят стараются не просто занять, но и удивить. Досуг представляет собой различные интерактивные игры, встречи со специалистами ведомств, которые делятся полезной информацией, экскурсии в музей и Наравлянский кинотеатр. Немаловажный факт и то, что оборонно-спортивный лагерь посещают школьники из трех учреждений образования. По словам организаторов, межшкольное взаимодействие положительным образом отражается на атмосфере в коллективе. Идет контакт, знакомятся дети, и в последующем они и дружат. День начинается у нас в 9 утра. Мы встречаем деток, начинается с зарядки. Потом у нас трехразовое питание. Ежедневно спортивный, часто как направление у нас более спортивное и патриотическое. И экскурсии, акция «Чистая Наравлянщина» у нас ежедневно тоже, где мы ходим и оказываем помощь совместно с БРСМ по уборке городского парка, детского парка. А у этих учащихся школьные будни сменились трудовыми. 20 гимназистов, среди которых 7 юношей, занимаются пошивом постельного белья для детских садов Наравлянского района. Всего необходимо подготовить 90 комплектов. Проект по вторичной занятости впервые реализовали в гимназии 3 года назад. С каждым годом его популярность только растет, и трудоустроиться желает все больше подростков. Однако определенное количество рабочих мест предусматривает довольно серьезный конкурсный отбор. И потому в лагерь попадают только самые лучшие. Трудовые книжки – это большого стоит для детей. Трудовая книжка – первая трудовая деятельность, первая заработная плата – это тоже значимая поддержка как для ребенка, как для него становление. И даже сразу видно, что дети становятся более самостоятельными. Большого стоит встретить родителя в городе, который говорит спасибо за то, что дети попали в этот лагерь. Они становятся более организованными, более самостоятельными, даже ежели в процессе учебном. Проект по вторичной занятости продолжится 18 дней. К работе допускаются учащиеся в возрасте от 14 до 16 лет. Их рабочий день длится 4 часа. За время реализации проекта каждый сможет заработать около миллиона рублей, что, несомненно, станет хорошей материальной помощью их родителям. Во второй половине дня для детей предусмотрены различные интересные мероприятия, аналогичные проводимым в параллельных лагерях – интерактивные игры и конкурсы, спортивные занятия, экскурсии. Особенно удачным, мы считаем, наш проект – это объединение летнего оздоровления и в то же время трудовой занятости при поддержке управления по труду и социальной защите. Именно благодаря проектам по вторичной занятости – это пошив белья, ремонтные работы в учреждении образования, благоустройство территорий, ремонт библиотечного фонда. Учащиеся получают возможность не только отдохнуть, не только пообщаться, но и хорошо заработать. Большое внимание на территории района уделяется и вопросу закрепления молодых специалистов. Ольга Корабинович в 2012 году закончила Белорусский государственный медицинский университет и была направлена проходить интернатуру в родной Мозырь. А спустя год по распределению попала в Наравлянскую центральную больницу педиатром. Девушка делится, что попала в очень дружный коллектив, где ей сразу помогли адаптироваться на рабочем месте. В райисполкоме выделили уютную однокомнатную квартиру. Сегодня Ольга уже является заведующей педиатрическим отделением. В августе заканчивается ее двухлетняя отработка. И пока молодой врач не знает, где будет трудиться в будущем. Вариант остаться в Наравле и дальше не исключает. О том, что попала по распределению в этот небольшой райцентр, не жалеет. Безблагодаря насыщенной медицинской практике смогла получить здесь колоссальный опыт и улучшить свои профессиональные навыки. К тому же, отмечает Ольга, именно в небольших городах лучше всего поддерживают молодых специалистов. Ездишь на курсы. Тоже большой плюс, что в маленьких городах каждый год нас отправляют на курсы повышения квалификации. Я получила вторую уже категорию, проработав уже два года. У меня уже вторая квалификационная категория, как у врача. В большом городе я бы так сразу этого не получила. Молодежь Наравлянщины талантливая и одаренная. Плюс руководство района создает все возможности, чтобы молодые люди могли себя реализовать. Как в общественной жизни, так и в различных творческих начинаниях. Главная задача, чтобы каждый при желании мог себя проявить. Заработная плата очень хорошая. Жилье предоставляют нам, как бы, всем молодым специалистам. Не сейчас, но потом. Это как бы вопрос решаемый. Что касается классов, например, где я работаю, ну, все предоставляется, все хорошо. Меня вообще все устраивает, мне все нравится. Когда пришла сюда отрабатывать, мне дали жилье. Условия для занятий здесь хорошие. Есть холеографический класс, набрала группу детей. Это же дети ответственные. В год молодежи тема реализации молодежной политики приобретает особое значение. С целью досконального изучения данного вопроса в районном Доме культуры состоялся круглый стол с участием депутата, палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светланы Чекан, а также представителей различных ведомств и организаций района. Предшествовал заседанию концерт на сцене учреждения. Каждый из зрителей смог оценить мастерство выступающих молодых людей. Белорусские народные танцы, исполнение эстрадных и народных песен, вокальный джаз, хореографические номера. Присутствующим действительно было на что посмотреть. Снется нежность равнее, вспыхнет сердце тихим пламенем. Здравствуй, я скажу желанное, знаю, ты давно ждала меня. Во время круглого стола его участники обсуждали работу, которая была проведена в районе по созданию условий для комфортного проживания и трудовой деятельности молодых кадров. Каждый имел возможность высказать свое мнение. Особое внимание уделялось выступлениям молодых специалистов. Они делились впечатлениями о пребывании в районе, предлагали свои идеи по усовершенствованию проводимой работы, особенно в плане улучшения молодежного досуга. От того креативного мышления, которое на сегодняшний день есть у них, очень много подчеркиваешь для себя в жизни. И видишь, где необходима помощь, где... Ну, сегодня, вот вы были на встрече, и сегодня у молодежи присутствует не слово «дай», а слово «сегодня» «мы можем», «мы сделаем», возможно, вот так. Вот это, наверное, самое важное, о том, что они сегодня видят будущее, они знают, как его делать, но и они творят нашу красивую Беларусь. Калинковичский район – один из наиболее развитых регионов Гомельской области. К тому же он привлекает туристов, интересующихся археологией, историей и архитектурой. Еще в 26-м тысячелетии до нашей эры здесь появились поселения первобытного человека, найденные возле поселка Юровичи. А первое упоминание о Калинковичах датируется 16-м веком. И до сегодняшнего дня в районе сохранились многочисленные местные обряды и традиции, к примеру, перенос свечи в деревне Новинки. Свеча для местных жителей – символ благополучия, тепла и уюта. Обряд ежегодно проводится во время христианского праздника Троица, и на него собираются люди разных поколений, приезжают даже издалека. Эта местная традиция существует уже много лет, сколько – точно не знает никто, но сторожилы говорят, что до начала Великой Отечественной войны перенос свечи делали в праздник Николая Чудотворца. Кстати, во время боевых действий эта свеча – символ деревни Новинки – была спрятана в сундуке под землей, где пролежала более пяти лет. Когда война завершилась, обряд начали проводить после Троицы. Однако суть его не изменилась. В течение года свеча вместе с иконой Божьей Матери или Спасителя находилась в одном из домов. Во время праздника хранителями ценностей становились новые хозяева. В этом году семья Белых передает свечу семье Дейкун. Свеча обозначает, это самая глава, спаситель. Это называется свеча, что нас содержит на земле. Нас кормит, и он духом дает нам. Вот нема дождя, не дай Бог нам, и нема, и мы погибли. Надо молиться и просить его, сильно просить, и оно будет все совершаться. А так кто? Мало теперь кто так верует в Богу, а в душах нет веры истинной. И это оно ни к чему. Именно на второй день Троицы свечу вместе с иконой переносили из дома в дом. В какой дом понесут? Хозяева договаривались заранее. Таким образом, в течение нескольких лет свеча обходила всю деревню. Дома сельчан, в которых горит эта свеча, превращаются в своеобразные церкви. К ним приходят как пожилые люди, так и молодежь. Для проведения обряда обязательно приглашают священника, который проводит службу в доме, где находится свеча. Архангели, ангелы, начало и власть, и престолы и господстве, предстоящие самому престолы слава твоя, не давлеют из речи величие совершенства их. Потом свечу вместе с иконой выносят на улицу и направляются к следующим хозяевам. Впереди всегда один из старейших жителей деревни. Дорогу между домами затилают двумя полотенцами. В том месте, где они пересекаются, происходит передача свечи. Священник промолвляет молитвы, а священник промолвляет молитвы, освящая воду в хате, и потом уже чисто эту воду выливают в колодец. И вода в колодец уже с этого часа уличится святой. И каждый же хорвезкий может брать эту воду столько, сколько захочет. Уникальный в своем роде обряд перенос свечи характерен не только для деревни новинки. В соседних населенных пунктах также есть подобные традиции. Однако на каждой территории обряд имеет свои особенности. Он проходит 28 августа, на успение с пресвятой Богородицей. Почти то же самое, как и в новинке. Тут проходит на другой день троицы обряды. У нас отличается тем, что вслед за этой свечой, как переносят, идут местные женщины пожилые и спевают песни народные обрядовые про прочистую. Тоже приезжают в гости к усим, сбираются, все хотят подойти под эту свечу, считается, особенно детей, добро подвести под свечу. Обряд перенос свечи остается живым и самобытным и сегодня. Для его проведения не требуется специально собирать людей. Каждый сам чувствует необходимость принять участие в торжествах. Особенно бережно хранят традиции своих предков представители молодежи. Мы когда были маленькие, 30 лет назад, нас тоже водили родители проходить этот обряд. И вот каждый год теперь мы ездим, участвуем в этом мероприятии. Вот теперь я привезла свою дочку, тоже хочу, чтобы она прошла. И вот я надеюсь, когда она вырастет, она тоже привезет своих детей. У нас Бог живет, считают жители деревни новинки. Они искренне верят в чудесную силу обряда и в то, что огонь свечи освещает дорогу в рай. В деревне Пеница Калинковичского района верят в целебную силу воды из родника. В традиционной культуре славян родники – явление уникальное. С древних времен люди наделяли их сакральным смыслом, а родниковую воду считали святой. В народе даже говорили – есть вода, есть жизнь. К сожалению, никаких исторических сведений об источнике в деревне Пеница не сохранилось. Точно никто не знает, с какого времени он начал считаться целебным. Этнографы говорят, что это произошло примерно в 40-х годах прошлого века. Местные предания утверждают – каждому, кто сделает хоть один глоток, вода подарит бодрость и здоровье. Рассказывают и о других необычных свойствах этого источника. А местовые девушки, когда они уже давно так само прикметили, что когда они назначат им споткание украинцы, то быть веселью. И вот тогда люди начали лечить эту украинцу благодатной. И в наши дни многие люди продолжают верить в волшебные свойства источника. И это не только местные жители, но и туристы. Мы проживаем в городе Калинкаичи, но когда только здесь этот источник появился, мы сюда постоянно приезжаем с семьей и пользуемся этой водой. Эта вода имеет очень целебные свойства. Она не меняет свой, как говорится, постоянно она холодная, постоянно она, как сказать, чистая. Сейчас источник находится на попечении Юровичского мужского монастыря. Совсем недавно рядом была сделана купель. Возведена часовня. Сегодня каждый желающий имеет возможность напиться воды из благословенного места и по христианскому обычаю окунуться в купель. Вот уже более трех лет в Чечерском историко-этнографическом музее действует Графский театр. Любительская труппа непрофессиональных актеров уже известна далеко за пределами нашей области. Самодеятельных гастролеров совсем недавно пригласили к участию в пятом открытом фестивале любительских театров, который состоялся в Калининграде. Из 26 коллективов Беларусь представлял только Чечерский Графский театр. Как признаются артисты, выступали с огромным волнением. Однако итоги всех порадовали. Труппа награждена двумя дипломами – за лучшую женскую роль в исполнении Ольги Игнатенко и дипломом третьей степени за постановку «Рогоносец по воображению» по комедии Александра Сумарокова. Мы пришли в себя, посмотрели на эти улыбки, на доброжелательность людей и решили, будь как будет, покажем себя. Ну, показали. Вы знаете, нас оценили. В общем-то, неплохо, как вы уже видите по дипломам, по нашим заслугам там. Но дело в том, что были определенные и замечания. И они были. И я считаю, что немало их было. Но мы оспаривали их. Вот просто оспаривали. Это тоже жюри понравилось. Почему так, а не иначе? Почему видите эту картинку так или иначе? Ну, и не будучи актерами и режиссером, мы оспорили и доказали. Где-то доказали, где-то сомнения какие-то остались. Но, в общем-то, мы старались разговаривать на равных. Это было здорово. В 18 веке владелец Чичерска граф Захарий Чернышев создал здесь театральную труппу, которая состояла из певцов, хора, оркестра и драматических актеров. На тот момент город являлся одним из главных культурных центров Беларуси. Театральные традиции Чичерска решили продолжить в 21 веке. Более 10 лет местные жители вынашивали идею воссоздания графского театра в городской ратуше. Огромный вклад в театральное дело внес ныне уже покойный режиссер Николай Макарцов, который, по словам очевидцев, искал актеров прямо на улице. Действительно, порядка 30 человек на первую постановку было отобрано, были читки. Мы выбирали. Мы не профессионалы, мы любители, но тем не менее. Огромное количество людей, пока мы пришли именно к тому составу, вот так отбирались актеры. А сейчас получается по-другому. Кто-то знает, что у нас есть театр, и они хотят. Мы хотим играть в ваших постановках. То есть сейчас уже люди больше идут к нам, ежели мы шли к ним. За время существования графского театра были поставлены комедии Александра Сумарокова «Рогоносец по воображению» и Дениса Фанвизина «Недоросль». Сейчас трупа репетирует новое произведение – трагикомедию белорусского классика Андрея Макайонка «Трибунал». Вот что, хопить, я серьезно, давай ли дураки дурить? Давай, давай, я дело говорю. Зараз придут сюды начальник районной полиции и комендант немец района. Худше я ешь на носу, чуешь ты? Да где-то им я ешь не смажить буду, а? Им и мне. А вкуля им не хотелось, а в трассы им не хотелось, а в мороба им не хотелось. В театральной труппе люди разных профессий. Представители власти, врач, учитель, строитель – все они непрофессиональные актеры. Однако всех их объединяет любовь к театральному искусству. Когда мне предложили стать участником нашей труппы, нашего любительского театра, я как бы сам хотел, чтобы меня пригласили. И когда поступило такое предложение, я был очень рад и с удовольствием согласился. Но в театре мы занимаемся в свободное от работы время, на репетиции ходим после работы. Часто задают вопросы, зачем тратишь свободное время на такую ерунду. Ну, для меня театр – это часть своей жизни. Мне интересно бывать в различных образах. Я уже могу сказать, отвечая за свои слова, что остались настоящие артисты здесь. Понимаете? Вот настоящие. Мы живем одной семьей, одними, так скажем, интересами. Это тоже много могу сказать о каждом из них. У актеров труппы еще много творческих задумок. В будущем они планируют не раз удивить и порадовать своего зрителя. И, безусловно, их ждут новые театральные вершины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова